вот все видишь немножко сколько говорится 2 часа все скорлупу убери от него все вылез с днем рождения всем привет мы начинаем работу на земле как и говорили в прошлых видео что мы будем делать придомовую подушку чтобы нам легче было разворачиваться чтобы земля была потверже чтобы нам чистыми ногами заходить в дом сейчас наша задача откопать здесь сколько можем не будем напрягаться вот час-два работаем останавливаемся и вот так вот 35 дней я думаю что мы вот эти 75 квадратов откопаем дальше уже будет другие материалы заводится и другие дела делаться ну что я готов рассказать из чего будет сделано наша подушка как видите мы уже начали очень тяжело начинать здесь сложность в чем здесь съеденный щебень землей и грудь этим дернам он среди на я втыкаюсь лопатой соответственно тяжело выгребать все этого цвета видеть если приглядитесь света еще успевает сеять его то есть выкидывать туда этот щебень потому что ну жалко его вот из чего же будет сделано мы закупили баннеры бау баннер срезаю 15 сантиметров неполный штык грунта 75 квадратов кладем баннеры укладываем где надо делаем отверстие для дренажа и засыпаем все еще п с щепеночно песочная смесь она по моему с фракции гранита что ли вот ну это очень хорошая смесь которая будет заменять и песок и асфальтовую крошку потом после того как мы положим вот этот вот чпс мы берем в аренду утра вибро трамбовщик им начинаем трамбовать по поводу цены мы скажем вам в конце когда все будет закончено строители нам озвучивали 68 тысяч 400 рублей с работы с материалом и из доставкой сколько за счет наших сил и средств мы скажем позже а пока работа это тележка за 1000 рублей еще у нас спасает она нам канализацию отрыла а теперь снимаем грунт 75 квадратных метров драйв у нас тут драйв заберется или нет и и на сегодня ребят вот так это вот целый рабочий день до 6 вечера завершаем получилось где-то три на шесть вот четверти на такую мы сегодня срезали дерна думаю что получится хорошо но здоровые силы надо беречь как говорится от этих дом мыться дела делать и домашние у нас 20 день 12 часов ночи вот посмотрите что происходит идут идет борьба за жизнь я так назову это люди там своим разбивают яички очень интересно посмотрите заметьте как яйцо двигается оттуда же слышим звук птенца вот они вот они теплые теплые птенчики давай переселенцы на наших не бойтесь теплый брудер вот как дом для птенцов будет у вас свобода а потом дадим вам покушать и попить а тут еще надо другим птенцам вылупиться поэтому дайте им тут место такие они теплые но они уже высохли а ты будешь прикрывать место было до 1 1 шутки сначала разглядывать даже лучше здесь на белом все лампочка вам вот да нет этого не так вот света теплую воду ставит там еще в банке вода есть немножко решили пока пшена немножко пшена решили да вот кто из вас самый такой вот ты да самый живучий а им показать надо да вроде как да оп подошел следующий давай 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 здесь тепло ты думаешь сидишь думает пить или нет здесь тепло у тебя ну не ходить учиться а вот да поставь здесь попробуй что один хотя бы начнет ходить но это наверное самый первый вывелся и они там потом поймут вот вода ничего себе они засыпают все ждали давно корм для курочек не сушек happy курина температуру регулируем смотрим на их поведение чтобы они сильно не подходили к лампе клюют клюют там сейчас я им насыпала горочку ну нет они сейчас активничают да 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 они начали активничать они немножко лампу варила ну тут вообще тепло у них вон вон клюет да все начинается первая еда свет решила салфетку постелите посмотреть а как они будут так ну как не салфетка так нужно же стелить либо тряпочку либо салфетка но у нас эти пленки были мы это я там для собак покупала И у меня просто целая пачка была. А так можно и тряпки стелить, и всякие какие-то ненужные. Немножко, сколько говорится, там 2 часа? 2 часа нужно было. Все, скорлупу, убери от него. Все, вылез. С днем рождения. Сейчас, подожди, он немножко из скорлупы точно выйдет. В перерывах между тем, как мы ходим, забираем наших цыплят из инкубатора, мы со Светой стараемся работать, потому что надо успеть. Почему? Потому что дожди, друзья, дожди обещают. Сегодня должен был дождь, но нам повезло. Вот вчера вот отсюда мы откопали, а сейчас вот с ней, со Светой прошлись уже. Сделали такие канавки, чтобы вода уходила туда, в сугроб. Работа кипит, хочется побыстрее все успеть. Здесь пора бы откинуть. Уже нормально-то продвинулись на сегодня. Я доволен сегодняшней работой. На сегодня, друзья, у нас с земляными работами покончено. Выполнен немаленький объем работ. Как видите, мы прочертили такой длинный прямоугольник, такую полосу. Света, конечно, немало грунта вытащило под дуб. Обогатило дуб. Молодец. Что скажешь, Света? Если пойдет дождь, то не страшно, он уже весь туда уйдет. Мы сделали два стока. Один справа, другой слева канавку прорыли вот туда, и под сугроб она уходит. Сегодня вечером, со скольки, с 10 вечера, по-моему... Не знаю, что будет он, там точно не будет, но там сильно обещаю, да. Так все, тогда пойдем домой, там у нас оставалось еще три яичка, которые цыплят хотели уже оттуда уйдить. И в конце мы вам скажем, сколько в итоге у нас получилось цыплят. Да, но попозже вечером, когда всех пересадим, уже посчитаем полностью и покажем уже итог. Вчера вечером мне удалось подвести итоги, так как еще один птенец начал вылупляться только где-то ближе к 12. И в общем-то в 3 часа ночи он только вылупился. С утра мы его подсадили к остальным. Они хорошо себя чувствуют, бодренькие, на водичку с витаминками все им даем, пшенок, комбикорм. Что можно сказать? 36 яиц мы закладывали в инкубатор. Два было неоплодных, одно было с кровяным кольцом и три мы еще в процессе инкубации отмели. Ну, вместе с вами вы видели. Получается вывод у нас 28 птенчиков. Из 36 птенчиков это получается около 80%. Первый раз мы выводили инкубатор Блиц 48, нам он очень понравился. Ну, больше мне, конечно, я же больше занималась. Простой, легкий, в использовании все понятно. Температура соответствует, влажность соответствует тому, что на табло можно увидеть. Ну и, соответственно, вылуп хороший яиц. Я думаю, что из своего родительского стада вылуп был бы еще больше, потому что не было бы транспортировки, сбора яиц, пересылки. В общем, я довольна. Жень, ты доволен? Я очень доволен. У нас появились птенцы. Они сейчас находятся в том же Брудере, где мы заказывали данный инкубатор. Тот же Блиц. Брудер хорошо себя показывает, там тепло, хорошая температура в нем. Ссылку на инкубатор и Брудер оставим под этим видео в описании. В общем, все идет хорошо. Берегите себя и своих близких, ну и ладушки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok